Война в Персиде Война в Персиде Война в Персиде В начале прошлого века Россия решила разместить в Соединенных Штатах заказ на пулеметы, суперсовременное в то время оружие. Прежде чем принять заказ, американцы решили ознакомиться с оружейными заводами в Туле и Санкт-Петербурге, чтобы иметь представление об уровне требований заказчика. Результат их потряс. И они отказались от работы, честно заявив, что не в состоянии обеспечить увиденного качества. Именно здесь, в Туле, родилась суперсовременная реактивная система залпового огня «Смерч», которая не имеет аналогов в мире. Огненный «Смерч». Огненный «Смерч». Прилетели ракеты. Цель выполнения огневых задач и решения проблем бесконтактным, так сказать, способом, то есть соприкосновения живого человека с противником. Это оружие стало венцом эволюции реактивных систем залпового огня. Началось все с легендарной «Катюши», на смену которой пришел Тульский град. Позже были созданы более мощные системы «Ураган» и «Смерч». Все они разработаны в Туле, на предприятии «Сплав», главным конструктором которого вот уже 20 лет является Геннадий Денишко. Это человек-легенда для оружейников всего мира. Он стоял у истоков всех отечественных систем залпового огня. А среди конструкторов его даже прозвали «Повелитель Смерча». Я принимал участие в разработке всех систем залпового огня, начиная с Грана. Конец 60-х годов. Советский Союз стал второй сверхдержавой, добившись военно-стратегического паритета с Соединенными Штатами по ракетно-ядерному потенциалу. Американцы были вынуждены пойти на переговоры по ограничению стратегических вооружений. В то же самое время на восточной границе СССР обострение отношений с Китаем привело в марте 1969 года к вооруженному конфликту на острове Даманский. И решающую роль в победе в этом бою сыграли установки «Град». Вот опыт достаточно высокой эффективности «Града», видимо, поставил задачу создать такой же вид оружия и для решения армейских задач. 1970 год. 21 января правительство принимает закрытое постановление о начале работ по созданию новой системы залпового огня «Ураган повышенной дальности». Она должна была поражать цель на дальности в 35 километров тяжелым реактивным снарядом. Маршал Кулешов Павел Николаевич, который возглавлял тогда «Грал». Вот он сидел, когда обсуждали, какую же головную часть сделать, он говорит, вот я раз попал во время войны под 100-килограммовую бомбу, вот так. Вот, говорит, страхом натерпелся. Давайте сделаем головной часть 100 килограмм. Так и сделали. Лето 1974 года. Работа над «Ураганом» шла тяжело. И на государственных испытаниях с новыми ракетами произошла авария. На моей памяти, да и на памяти, по-моему, не было такого прецедента, чтобы на государственных испытаниях были разрушения. У нас было три разрушения ракеты. По существующему порядку, всю партию ракет надлежало немедленно вернуть на доработку. Причем сделать это за счет предприятия. Но конструкторам поверили, что они сумеют устранить неисправность во время испытаний. У нас ракета улетает, и потом мы ищем остатки. В лесу там, черти что, зарастили какие-то. Надо найти, да еще восстановить и показать комиссии, что это все вот так действительно. Вот смотрите, мы устранили. Идет энное количество выстрелов, идет все нормально. 20 декабря 1974 года. США, Пентагон, министру обороны совершенно секретно. В Советском Союзе завершены испытания принципиально новой системы залпового огня, модель 1977. Реактивные снаряды этой системы впервые в мире оснащены кассетной боевой частью. Директор ЦРУ. В середине 70-х годов в Советском Союзе и Соединенных Штатах появились новейшие межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями. Одна такая ракета была способна поразить одновременно несколько целей. Тульские конструкторы первыми в мире применили этот принцип в системе залпового огня «Ураган». была разработана кассетная боевая часть с осколочными боевыми элементами. То есть в определенной точке траектории выбрасывалось 30 боевых элементов, которые подходили к земле практически под углом 90 градусов. При стрельбе обычным снарядом или неуправляемой ракетой много осколков летит вверх или уходит в землю. И только часть из них поражает цель. Здесь же, когда элемент подходил под 90 градусов, практически все осколки разлетались параллельно. Земле так и каждый осколок, будем говорить, мог поразить цель. По сравнению с системой «Град», площадь поражения системой «Ураган» возросла в 10 раз и превысила 42 гектара. По площади это сравнимо с городским микрорайоном, где проживают десятки тысяч человек. 1975 год. Никогда раньше Советский Союз не продавал столько оружия, как в 1975. На 25 миллиардов рублей поставила наша страна автоматов, танков, самолетов и ракетных установок своим друзьям и союзникам. А 18 августа постановлением ЦК Компартии и Совета Министров СССР «Ураган» был принят на вооружение Советской Армии. И вскоре стал одной из самых популярных систем залпового огня в мире. С 1979 года «Ураган» прекрасно показал себя в ходе боевых действий в Афганистане. Его снаряды накрывали целые ущелья, вместе с базами маджахедов, укрепленными огневыми точками, караванами с оружием и боеприпасами. Задач выполнялось много. Особенно таких задач в поражении целей в горах, в ущельях, где доступ реально обычно снарядов ограничен, на больших площадях. Это они выполняли задачи, и серьезно. Новейшая система залпового огня считалась сверхсекретным оружием, которое охранялось самым тщательным образом. Обычно для этого привлекались наиболее боеспособные части, подразделения воздушно-десантных войск. «Мы, конечно, старались таким образом сделать, чтобы она ни в коем случае не попала бы в руки мятежникова, таким образом и не стала бы достоянием американцев». Ураган применялся в исключительных случаях, когда опасность угрожала столице Афганистана. Однажды он даже чуть не стал причиной международного конфликта, когда пакистанские регулярные войска попытались захватить Кабуру. И только реактивная система «Ураган» смогла остановить наступление. «Передовые наши подразделения докладывают нам о том, что в стане противника – крики. Крики, а потом, после уже мы узнали о том, что они бежали в панике, бежали, кричали, обращались к Аллаху, чтобы он их спас». Во время Афганской войны «Ураган» проявил себя как прекрасный минер. Именно для этой системы впервые был разработан специальный реактивный снаряд, который мог разбрасывать не только противопехотные, но даже противотанковые мины. «Таких было 24 в боевой части «Урагана». «Урагана». Вот они падали и лежали так на танкоопасных направлениях. Наезжал танк гусеница, гусеница рвалась и все. Успешный боевой опыт применения «Града» и «Урагана» заставил американцев, которые тогда делали ставку на управляемое ракетное оружие, пересмотреть свои взгляды на системы залпового огня. 15 февраля 1981 года. Москва, Генеральный штаб, начальнику Главного разведывательного управления. Совершенно секретно. Соединенные Штаты совместно с Германией, Францией, Великобританией и Италией ведут разработку системы залпового огня MLRS – Multiple Launched Rocket System. Модернизированный вариант установки может использоваться для запуска 12 реактивных снарядов и двух оперативно-тактических ракет ATACMS – начальник первого управления. Если сравнивать с «Ураганом», который почти на 10 лет раньше ее был создан, то она, конечно, прямо скажем, наверное, лучше. Проигрывала «Урагану» западная система залпового огня и по площади поражения. А это важнейший показатель боевой эффективности. Совместная разработка конструкторов Соединенных Штатов и стран НАТО должна была стать достойным конкурентом советским реактивным системам залпового огня, особенно «Урагану». И по мнению тульских конструкторов, Западу удалось практически нас догнать. Оружие получилось действительно хорошим. Но к тому времени, как реактивная система залпового огня МЛРС стала поступать на вооружение армий западных стран, в Туле под руководством главного конструктора Геннадия Денишкина был подготовлен очередной сюрприз, который оказался для Запада полной неожиданностью. К началу 80-х годов разрядка в отношениях Востока и Запада закончилась. В ответ на размещение в ГДР и Чехословакии новейших советских ракет средней дальности с ядерными боеголовками СС-20, США создают силы быстрого реагирования и делают ставку на упреждающий удар. Разворачивается новый виток гонки вооружений. 5 июля 1981 года Центральный комитет партии и Совет министров принимают закрытое постановление о создании первой дальнобойной системы залпового огня. Будущей системе присвоили секретный литер СМЕРЧ. Перед нами и стояла такая задача. Мы должны иметь ракету большой дальности, но относительно недорогую по сравнению с высокоточной. СМЕРЧ должен был решать не только традиционные для таких систем задачи нанесение массированных ударов по скоплениям живой силы и техники, командным пунктам и аэродром. Перед ним впервые ставилась принципиально новая цель поражение средств ядерного нападения, тактических ракет противника. А для этого надо было в несколько раз увеличить дальность и точность стрельбы. Когда была задана эта система, так начать с неуправляемой ракеты. Но рассеивание настолько большое получилось на дальности 70 километров, что практически залп как таковой пропал. Геннадий Денишкин и его коллеги предложили решение, которое оказалось изящным с инженерной точки зрения и очень эффективным. Они решили подкорректировать полет неуправляемого реактивного снаряда. Никто в мире до них этого не делал. Для этого тульские конструкторы применили в системах залпового огня гироскоп. Раньше он стоял только на управляемых баллистических ракетах. И вот когда ракета вылетает с направляющей, гироскоп, запомнив положение ракеты, начинает работать так. И если ракета начинает отклоняться в какую-то любую сторону, в эту сторону, в противоположной стороне перекрывается сопло, и туда газ не поступает. И ракета возвращается в то положение, которое запомнил гироскоп. Подобная корректировка занимает доли секунды и происходит несколько раз в течение полета. И так непрерывно, в течение двух с половиной секунд, пока работает корректирующий двигатель. В результате точность попадания у Смерча возросла вдвое по сравнению с ураганом. Хотя снаряд летит в два раза дальше, на 70 километров. По решению задач на глубине, в глубине, так сказать, противника, она, безусловно, одно из лучших мировых решений. Заканчивался 1987 год. Президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган уже договорились ликвидировать ракеты средней и меньшей дальности. Многие советские политики и военные считали это ошибкой. Мы лишались ракет, от которых у Запада не было защиты. Но мало кто знал, что 19 декабря ЦК КПСС и Совет Министров приняли секретное постановление о постановке на вооружение дальнобойной реактивной системы залпового огня «Смерч». Она стала самым грозным в мире видом неядерного оружия. Ее появление на свет в какой-то мере компенсировало потерю ракет, которые предстояло уничтожить по договору с США. Эффективность нанесения ударов очень высока и практически не оставляет шансов противнику, если он попадает под удары нашей бригады. Апрель 1990 года. Кремлевский дворец съездов. Тульские конструкторы ожидают Михаила Горбачева, который должен им вручить Ленинскую премию за разработку системы «Смерть», а главному конструктору Геннадию Денишкину звезду героя социалистического труда. Горбачев опаздывал. Просто он все время был занят, и в день вручения они договорились о ГДР и ФРГ. Мы просто ждали его в Кремлевском дворце, и нам просто сказали, а вот они, он сейчас проводит переговоры с немцами. Похоже, в тот день Горбачеву было не до конструкторов оружия. Возможно, он даже не понял, за какие заслуги вручал награды. Звезду вручал Горбачев. После он пришел взвинченный, после этих, так. Единственное, что спросил, меня когда вручал, мне пожимало руку, так. Это за оборонку? Я говорю, да. И все, так. Когда Ельцин вручал орден за заслуги перед Отечественным, третьей степени, тут просто ничего не сказал, так. Просто вручил, повесил и делал конец, так. 1991 год. Война в Персидском заливе подстегнула в мире интерес к системам, предназначенным для борьбы с бронетехникой. Спустя два года на выставке вооружений, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах, СМЕРЧ впервые был представлен широкой публике и произвел ошеломляющее впечатление. Как стало известно из рассекреченных материалов, высокоточные ночные стрельбы во время выставки склонили правительство Кувейта к тому, чтобы купить именно российскую систему залпового огня. Система СМЕРЧ для стран с небольшой численностью, небольшой территорией, становится национальной системой обороны. 20 марта 1995 года. Москва, министру обороны, совершенно секретна. В Соединенных Штатах фирма Аэроджет приступила к доводке самоприцеливающихся боевых элементов СЭДом для поражения бронетехники. Данный боеприпас может использоваться в артиллерийских снарядах, головных частях оперативно-тактических ракет, управляемых авиабомбах, а также для снаряжения кассетных боевых частей снарядов, систем залпового огня. Начальник главного разведывательного управления. Самоприцеливающиеся боевые элементы относятся к так называемому умному оружию. Американцы раньше нас начали его испытания. Но первыми довели это оружие до ума тульские конструкторы под руководством Геннадия Денишникова. Сегодня вы впервые можете увидеть, как работает это еще недавно сверхсекретное оружие. В определенной части траектории от ракеты отделяется боевая часть, которая спускается на парашюте. А дальше по команде радиовысотомера происходит выброс пяти самоприцеливающихся боевых элементов. Вот так они выглядят. Каждый из них имеет свой парашют и инфракрасный датчик. Когда такой элемент вращается со скоростью порядка 12 оборотов в секунду, инфракрасный датчик сканирует поле боя в поисках танка или другой цели. Каждый снаряд системы СМЕРЧ несет пять таких умных устройств. Обнаружив танк, боевой элемент выстреливает металлическое ударное ядро, которое летит со скоростью 3000 метров в секунду. Со 100 метров пробивает броню гомогенную 70 миллиметров за динамической защитой. Сегодня такой брони практически нету ни у одного танка. За создание самоприцеливающихся боевых элементов главный конструктор предприятия «Сплав» Геннадий Денишкин был удостоен государственной премии России. Комплекс «РСЗО СМЕРЧ» — это очень надежный, очень перспективный, в котором заложен большой потенциал для модернизации комплекс. И не зря этот комплекс привлекает такое большое внимание за рубежом. Начало 2003 года. На одном из полигонов Министерства обороны иностранным заказчикам продемонстрировали новый комплекс разведки и наблюдения поля боя для системы «СМЕРЧ». Теперь наведение на цель происходит не только с помощью диверсионных групп и спутников-шпионов, но и беспилотных летательных аппаратов «Пчела». При этом перемещение противника отслеживается непрерывно в режиме реального времени. Это перспективное направление. Я думаю, что и космос, и беспилотник имеют большую перспективу. Получив от «Пчелы» информацию о противнике, «СМЕРЧ» мобильно выдвигается на боевую позицию. Мощный МАЗ позволяет ему перемещаться со скоростью 60 км в час и легко справляться с бездорожьем. Если грунт мягкий, допустим, рассыпчатый, спускаются колеса, давление на грунт уменьшается, и оно преодолевает любые там преграды. Снег, вот мы тут зимой снег, полтора метра был, машины ходили без проблем. Подготовка к бою реактивной системы «СМЕРЧ» занимает всего 3 минуты. Еще 38 секунд, и к цели уходят все 12 снарядов, каждый из которых весит 800 кг. «Роса», целька еще первая, «Х» 63-02-500, «Игрик», шестая, 590-250, высота 220, и еще 200 на 800, расход 48, готовность 1 положить, «Ямальто» прием. «Яроса», готовность 1. «Роса», «Ямальто» прием. «Роса», «Яроса», «Роса», пуст! «Яроса», «Яроса», Towardseight, «Мальто» нравится? «Яроса», «Ямальто», прием! «Яроса», «Ямальто», прием! Оставил занимаемый район к маршу готов После нанесения удара в течение 3-5 минут Способно оставить стартовую позицию И выйти из подвозможного ответного удара противника Система СМЕРЧ практически неуязвима для противника Залп и она мгновенно исчезает В это время беспилотный летательный аппарат Контролирует поражение цели И намечает координаты для нового удара А в заданном районе СМЕРЧ уже ожидает специальная машина Которая позволяет быстро перезарядить установку Всего 16 минут и система снова готова к бою Наш комплекс можно и вообще он уже рассматривается Как ракетная часть и способен действовать Как ракетная часть по нанесению удара Удар наносится по принципу выстрелил и забыл Каждый снаряд сам найдет свою цель В результате эффективность поражения, дальность стрельбы и точность попадания Вплотную приблизили СМЕРЧ к тактическим ракетным комплексам Как система резервов Верховного Главнокомандования Она действительно работает уже как в тактической зоне На всю тактическую глубину СМЕРЧ уже трудно назвать просто реактивной системой залпового огня Она превратилась в совершенно новый вид оружия Название которому еще только предстоит придумать Я думаю, что в ближайшем будущем Будут созданы системы, которые будут качественно отличаться От системы СМЕРЧ, хотя они будут сделаны на базе этой системы До недавнего времени оборонная промышленность Держалась на том, что и досталось наследство от Советского Союза Теперь пришло время подумать о будущем И на Тульском предприятии «Сплав» готовы к тому, чтобы сделать этот шаг Уже сегодня СМЕРЧ может стрелять на 90 километров И это далеко не предел В ближайшее время конструкторы обещают так автоматизировать все процессы Что боевая машина сможет покидать огневую позицию Раньше, чем снаряд долетит до цели Да и сами реактивные снаряды становятся все умнее По своим характеристикам практически сравнявшись с управляемыми тактическими ракетами В боевых возможностях своей техники Конструкторы уверены Но они надеются на поддержку государства Ради безопасности которого они и создают Это лучшее в мире оружие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин